Детство в Черногории Детство в Черногории Детство в Черногории Детей, которые родились и живут на территории Черногории. Это суть. А как ты считаешь, какие в основном главные проблемы существуют у русскоязычных детей в Черногории? У нас у всех очень много проблем, но я думаю, что у детей нет таких проблем, которые есть у их родителей и у взрослых. Поэтому важно показать то, что у них счастливое детство. Вот это самая главная фишка этого проекта. У наших детей здесь счастливое детство. Это очень важно. Ты издаешь журнал «Детство в Черногории». Расскажи о нем, пожалуйста. Вот он так выглядит, такая симпатичная книжка. Первоначально этот журнал как раз и планировался быть полномасштабным. То есть с огромной структурой от знакомства в Черногории, от брака в Черногории, рождения детей, медицинского обслуживания, воспитания, образования. Но на данный момент для того, чтобы понять рентабельность любого издания, а так как у меня издательский дом, необходимо было немножко промониторить ситуацию. И мы начали с самого простого перевода черногорских сказок. Сделали к ним красивые иллюстрации. А где это можно посмотреть? Пока что это, пока эти журналы попадают в продажу, для того, чтобы они были, ну, журнал находится на самофинансировании. Это можно приобрести, это можно заказать по интернету, есть в электронном виде. Это на первом этапе. То есть это раскраски по черногорским сказкам. Я вижу по своему ребенку, что этот журнал востребован. Почему? Потому что мой ребенок с удовольствием раскрашивает те иллюстрации. Какого возраста твой ребенок? Три года. А что еще в этом журнале, кроме раскраски? В чем вот его структур? В этом журнале пока нет ничего, кроме черногорских сказок и раскрасок. Но для того, чтобы мы, так как мы все находимся на самофинансировании в Черногории, у нас нет бюджета, у нас нет государственной поддержки. Естественно, мы должны планировать наши затраты, расходы и прибыль. И на сегодняшний день этот журнал, на мой взгляд, он самоокупаемый и это самое главное. Но ты заинтересован, очевидно, в сотрудничестве с авторами и так далее, с издателями, со спонсорами. Конечно. Для этого мне нужно, вот мы сейчас первый год начали выпускать раскраски. Второй год мы начнем ставить рубрики и он будет полномасштабный. И как только мы создадим вот именно журнал, тот, о котором я мечтал два года назад, что это будет с огромным количеством рубрик от рождения до воспитания и обучения, на мой взгляд, тогда мы этот журнал представим и в странах бывшего Советского Союза. Не хватает, мне кажется, какой-то афиши событий, допустим, по детским мероприятиям, какого-то справочника по Черногории. Вот есть, допустим, группы на Фейсбуке, где что-то время от времени публикуют. Вот не планируешь ли ты это делать в своем журнале впоследствии? Ну, на самом деле, как раз фирма Кид Медиа и журнал «Детство в Черногории» есть страница на Фейсбуке и есть на Гугле. Единственное, что на данный момент пока не хватает времени ее как бы постоянно обновлять. И ставить, допустим, черногорские раскраски и сказки на Фейсбук, ну, я пока еще как бы не готов был, потому что нужно ставить более серьезную информацию. Это информация, которая в журнале, она пока предназначена для детей дошкольного возраста. На мой взгляд, ну, через какое-то время мы будем выпускать полномасштабный журнал, и он будет очень интересен, не хуже и, может быть, лучше многих журналов по детстве, которые есть. Миша, почему именно черногорские сказки? Вот наши дети русскоязычные, они живут в Черногории, в принципе, немного оторваны от своей культуры. Почему ты выбрал именно как раз сказки культуры страны, где они живут? Ведь это здесь и так есть, здесь есть спектакли на эту тему. Может быть, им как раз не хватает наших сказок, российских? На самом деле, ребенок, который здесь рожден, он должен быть адаптирован не только, ну, как бы, к русскому языку, на котором мы общаемся каждый день дома. Вот. На мой взгляд, очень мало изданий именно черногорских сказок, эпоса на русском языке, которые бы мы могли читать своему ребенку. Идея была в чем? Переводить черногорские сказки, как раньше нам читали сказки Андерсона, а мы живем на территории Черногории, и поэтому наш этот эпос, он должен быть понятен нашему ребенку, который родился здесь, и, я думаю, что пойдет и в школу, и будет учиться. И поэтому эта культура, она должна, ну, с самого детства быть привита. Ну, согласна. Миш, а где найти этот журнал? Этот журнал продается во всех киосках. И сколько он стоит? Да, в территории Черногории. Он стоит 2 евро. Хорошо, Миш, а расскажи, пожалуйста, о проекте «Зоопарк». Мы не зря сегодня встретились в этом месте. Вот, можно видеть, за спиной Миши бегают куропатки, другая живность. Вот, кролик побежал. Не куропатки, а кто? Это павлин. Ну, я ошиблась немного. Но, тем не менее, расскажи, пожалуйста, об этом своем проекте. Ну, полгода назад мы находимся в здании автобусной станции Будве. Полгода назад я предложил фирме, которая владелец этой станции, Меркур, вот, я предложил им свой проект по созданию на территории их оазиса в центре Будве парка. Почему? Один раз летом я пришел сюда с ребенком, и во время 40-градусной жары здесь, естественно, зеленое насаждение было так приятно и хорошо. Идея прекрасная. Действительно, в Черногории не хватает зоопарка. Здесь есть, как бы, условия для детей. Тут есть качели, есть что-то. Я сразу, как бы, у меня идея возникла такая. Центр Будве, очень близко. С ребенком, с маленьким, во время жары не пойдешь куда-то на море или не пойдешь, а гулять надо обязательно. Я предложил им такую идею, давайте создадим зеленую зону, в которой наполним ее определенными животными. Вот, и это будет очень актуально, очень полезно. И на самом деле, это очень красиво. Почему? Я сам, когда иду мимо этого парка, я получаю просто... Да, я вижу, как люди здесь и с детьми, и даже просто часами залипают и стоят. Вот я пока тебя ждала, видела, как черногорцы, они буквально прилипли к этому забору и рассматривали животных. А расскажи, какие животные здесь есть? Ну, здесь первое, что запустили, это зайцев. Зайцев около 10 штук, они были первые обитатели. Потом я увидел здесь ежика. И мы с ребенком пытались ежика покормить, там бросали ему хлеб. Но ежик только по ночам здесь обитает. То есть он здесь есть, но выходит только по ночам? Да, выходит. Потом здесь наполнили, сюда запустили цесарок, ходят павлины 4 штуки, петушков запустили. И последний большой у них... А вот кроликов я видела, или это ты имеешь в виду зайца и есть? Ну, это кролики, да. И бассейн сделали для лебедей, черный и белый лебедь. Это очень красиво, на самом деле. Это огромное удовольствие просто здесь сидеть и смотреть на животных, которые здесь обитают. То есть это финансирует компания «Меркур»? Да, это финансирует компания «Меркур». Они взяли мою идею за основу, я очень рад, что они ее воплотили. Надеюсь, что они со мной еще подпишут договор на длительное сотрудничество. В свою очередь хочу сказать, что 3 года назад мы купили огромный участок земли на Грахово, где планируется конно-спортивный центр. По сути... Это вот эту книжку, да, ты принес? Это об этом как раз? Это бизнес-план по организации центра реабилитации детей-инвалидов на основе конного центра. Но, по сути, любая ферма, она подразумевает животных и не только коней. И пони, и ослики, и страусы, и козы. То есть там будет сельскохозяйственное предприятие, которое зарегистрировано. Я думаю, что оно, как только мы получим документы на урбанизацию и получим разрешение на строительство этого комплекса, мы сразу же, может быть, весной уже начнем телодвижение на этом участке для того, чтобы не откладывать в долгий ящик такие проекты. Зоопарки и вообще сельскохозяйственные центры с животными, они очень... Они... Таких центров не очень много в Черногории. Они очень интересны. Я думаю, что все желающие, которые захотят в будущем туда приехать, получат огромное удовольствие от общения с животными. Ну, это несомненно. Миша, спасибо тебе большое. И побольше вот таких позитивных идей и что-то делать для людей. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.